Во вторник 26 марта глава Пушкинского района Евгений Жирков проводил очередной прием жителей. Повестка встречи с населением была сформирована из шести вопросов. Людей интересует ремонт кровель в многоквартирных домах, выдача земельных участков многодетным семьям, переселение из аварийного жилья и улучшение дорожной ситуации. Вот знаки, которые установлены, которые Большаков говорит, что не установлены. Для чего они здесь стоят? А не проще здесь сделать, зная, что есть проблемы с парковочными местами возле торгового центра Флагмана, организовать здесь парковку. Проблема решается просто. Установка дорожного знака, стоянка запрещена эвакуацией, 15-20 метров от перекрестка, то же самое здесь, 10 метров. Все, проблема решена. Владимир Чирков тщательно подготовился к беседе с главой района, сделал множество снимков для иллюстрации и даже предложил свою систему организации дорожного движения. По словам директора Пушкинского городского хозяйства Ольги Смирновой, идея активиста уже рассматривалась в ГИБДД и в скором времени может быть одобрена. Ваше обращение, которое поступало, оно попало на комиссию по безопасности дорожного движения. И схему, которую вы приложили, ее рассмотрели. ГАИ в декабре месяце вместе с представителями Кушгурхоза выехали и просмотрели, и включили. То есть мы в плане все это сделали. У нас есть. К ремонту Кровель дирекция ЖКХ приступит в течение ближайших двух-трех недель. Ремонтные работы всегда планируются на весенний период в теплое время года. С выплатой компенсации за устранение протечек и прочих аварийных ситуаций дела обстоят сложнее. Счета управляющей компании по-прежнему заблокированы. Компенсация, вы у нас 15-я на очереди. И что? И 170 лет. Ровно с вам? И 170, да, 17-й год у нас. На самом деле это есть, мы платим, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. А какой суммой идет речь? 48 321 руб. Ну да, ускоряй там все эти. Да, я. Очередность распределения земельных участков многодетным семьям доступна в сети интернет. Дополнительную информацию можно получить в администрации Пушкинского района. Все вопросы, озвученные на приеме, будут детально рассмотрены в течение месяца. Тогда же заявители оповестят о принятых решениях. Павел Розин, Константин Кузнецов, Пушкинское телевидение.